Итак, срочные новости с официального сайта inosmi.ru. В Армении цветная революция. Почему же Россия так спокойна? Москва – это похоже на типичную цветную революцию. Толпы сторонников демократии вышли на улицы столицы этой постсоветской республики, чтобы выступить с мирным протестом против политических манипуляций своей правящей элиты, которая дружит с Москвой и потребовать масштабных реформ в коррумпированной и олигархической системе экономики, которую народ начал презирать. Именно это происходит сегодня в Армении. Более двух недель огромные толпы людей, состоящие в основном из молодежи, проводят демонстрации в центре Еревана и в других городах страны, ответив таким образом на попытку президента Сержа Сарксяна продлить свой срок пребывания у власти. Предыдущие цветные революции на постсоветском пространстве точно так же начинались в основном из-за подтасовок на выборах и прочих двурушнических злоупотреблений властью. Но в отличие от предыдущих цветных революций, западные столицы в течение 10 дней практически не замечали массовое народное восстание в Армении, пока Сарксян внезапно не подался давлению улицы и не ушел в понедельник в отставку. Более того, Россия, где живет более 2 миллионов армян, и которая зациклилась на якобы страшной угрозе цветных революций, насторожилась, но сохранила удивительное спокойствие. На улицах Еревана ситуация пока в подвешенном состоянии, и эта напряженная драма вполне может закончиться мощным ударом по демократии и по гражданскому обществу. Но у России в Армении очень мало геополитических интересов, если они вообще есть. Да, правительство может стать более демократичным, но Армения очень сильно зависит от России в вопросах торговли и безопасности, и это обстоятельство не изменится. И в этом заключается главная причина явного равнодушия со всех сторон. Мы можем ожидать обширных перемен во внутренней политике. К власти могут прийти новые люди с совершенно новыми взглядами, говорит Александр Искандарян, работающий в Ереване директором Института Кавказа. Но у этой революции полностью внутренний генезис. Внешняя политика даже не является темой для дискуссий. Россия не будет вмешиваться, в кавычках. Крошечная, не имеющая выхода к морю Армения, это традиционная союзница России, являющаяся членом Евразийского экономического союза и военной организации договора о коллективной безопасности. Находится она между своими давними врагами, Турцией и Азербайджаном. Так что в вопросах национальной безопасности она очень сильно зависит от России. Хотя Армения очень бедна по западным меркам, более половины армян имеют послешкольное, специальное или высшее образование. Многие уезжают за границу на постоянную или временную работу. В России, Северной Америке и Европе существуют крупные диаспоры и контакты с ними очень прочные. В стране с населением около 3 миллионов человек темпы роста в последнее время составляют почти 7% в год. Но ее ВВП в 11 миллиардов долларов весьма скромен и очень сильно зависит от денежных переводов армян, работающих за рубежом, в основном в России. Восстание на улицах началось как ответ на попытку Сарксяна провернуть фокус Путина путем внесения изменений в Конституцию и передать львиную долю власти парламенту, чтобы затем ее правящая республиканская партия назначила Сарксяна премьер-министром. Партия его назначила, но в должности он пробыл всего 6 дней, после чего был вынужден уйти в отставку под давлением народных масс. Это спонтанное в основном восстание закончилось тем, что Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» имеет всего 8% мест в парламенте, стал его главным символом и выгодоприобретателем. Он требует, чтобы парламент, собравшийся 1 марта на заседании для решения вопроса о новом премьер-министре, избрал народного кандидата, но не исправящего республиканской партии. Кроме того, он требует провести новые выборы и всеохватывающие политические реформы. Он ничего не говорит об изменениях в непростых отношениях Армении с Россией. У меня была встреча с официальным представителем из Москвы и я получил заверение в том, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Армении, заявил Пашинян, участником митинга в центре Еревана. Таким образом, ответ России на события в Армении заметно отличается от ее реакции на аналогичные события, происходящие за последние полтора десятилетия в Грузии, дважды на Украине и дважды в далекой Киргизии. В данном случае Кремль действительно заявляет, что никаких поводов для тревоги нет. Пламенная пресс-конференция российского МИДа Мария Захарова даже объявила на своей страничке в Facebook «Армения, Россия всегда с тобой». Но на самом деле Россия не проявляет особого интереса к блокированию армянских попыток поиграть в демократию и к ее флирту с Евросоюзом. В 2017 году Армения без особых возражений со стороны Москвы подписала пересмотренное соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве с ЕС, хотя Россия является ее главным торговым партнером. «Россия нужна Армении». По мнению аналитиков, это объясняется одним непреложным фактом. Потребностями Армении в сфере безопасности. И этот факт не изменится даже в том случае, если Армения станет более демократичной. «Армения находится в сложной геополитической ситуации, но главное заключается в том, что у нее очень мало альтернатив», говорит Владимир Жарихин, работающий заместителем директора Института стран СНГ, который входит в Российскую Академию Наук. Она тесно связана с диаспорой, живущей по всему миру, и это очень влиятельная диаспора. Она всегда поддерживала хорошие отношения с Россией и Западом. Но с учетом того, что Армения находится в состоянии замороженной войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, эта территория населена армянами, а с другой стороны расположен член НАТО Турция, Россия ей очень нужна, и эта геополитическая ситуация не изменится, кто бы не пришел к власти. Армянское демократическое восстание, в ходе которого очередная постсоветская страна выступила против управляемой демократии, российского образца и нечистоплотной клановой экономической политики, стало очередным революционным событием, которое сотрясает бывший советский регион в путинскую эпоху. Но этот московский вассал, стремящийся к свободе, вряд ли поспешно бросится в объятия Запада. Здесь все признаки цветной революции, но ее движущей силой является исключительно внутренняя политика, говорит внешнеполитический обозреватель московской деловой газеты коммерсант Сергей Строкань. Соглашение Армении с ЕС носит в основном символический характер, поскольку эта страна полностью зависит от российских кредитов, оружия и торговли с этой страной. На самом деле Западу нечего предложить Армении, даже если бы на улицах Еревана по образу и подобию Украины изменились настроения в его пользу. Но они не меняются. И я сильно сомневаюсь, что события в Армении вообще как-то отразятся на планах Соединенных Штатов Америки и Европы, хотя они носят весьма драматический характер. Пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение по поводу данной статьи, которая, напомню, размещена на официальном сайте inosmi.ru То есть, судя по данной статье, у Армении нет другого выбора. То есть, она является заложником такого геополитической и экономической ситуации. Ну, опять-таки, это вот, ну, если анализировать вот данную статью, получается, что вопрос, нерешенный вопрос с захваченным территорией Нагорного Карабаха может сразу разрулиться, если Армения отвернется от России, и, соответственно, Россия отвернется от Армении. Судя по данной статье. Ну, сколько Армения будет терпеть? То есть, получается, пока что диктует все условия России, и Армению просто некуда деваться. Ну, судя по данной статье. Если вы считаете, что статья написана чуть-чуть, передает другие мысли, пожалуйста, пишите в описании, и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных событий. На этом все. Всего доброго, и до новых встреч.